Сегодня у нас 30 августа 2016 года. Здесь мы делаем отмостку у дома, у Никиты, брата наших Олесников. Вот, курица поймала мышку. За ней сразу все толпой бегут. Пытается каждый забрать у нее. Добыча крупная, мясистая. И вот они туда забрались. Вон она, тащит. О, аж драку. Хочет забрать у нее. Вот тут какие-то проволоки всякие убирают. Это большая такая мысль. Да. Это вы. Это где вторая мысль. Пока она или сама не исклюет, или не заберут, у нее другая уже. Будет все за ней бегать. Это интересно. Кто делал как-то тут проволоку туда попадает. Ее никак не оторвать еще нельзя. Ну, на это есть управа. Саперные ножницы. Вот они какие. Вот сейчас я туда отнимаю. Готово дело. Готово дело. Это шестерка или даже восьмерка. Готово дело. Смотри. Чтобы понять, какая она. Вот палец. На пальце лежит она. Это полстая проволока. Не отрезать нищего. Это очень просто. Саперные ножницы. Сколько бы возился. Почему пословица говорит, без инструмента и вошь не убьешь. Ну, даже я не знаю, еще она не режет. Сейчас вот дерево возит. Можно показать. Посмотри. Арматура такая. Ну, это толще пальца. Вот она. Вросла. Раз, два, три, четыре. Четыре. Это как вот связка на столбе. Хрутили, вертели. Еще никак не делали. Ножни все принесли. Они вон там устроены. Посмотри. Вот здесь вот. Издеваешься. Вот тут она идет по катам. И она медленно-медленно сжимается. И она медленно-медленно сжимается. Я не знаю, где-то, что-то не сходили сюда. Небольшой муэлдок. А я занялся в уголовном розыске. Это очень сложная работа. Собака, когда стрелевая идет, чтобы она отбежала с тыла и напала на стреляющих. А это вот с такими ножницами. Два кожи с ноги. Сидят с собаками. Один остановил грабеж по лесу. Это вообще страшная история. У меня полокол. Милиция знала, что все товары, которые они выкинули, холодильники, масло, ковры, я все заставил вернуть обратно в вагоны. Но они дали слово, что никогда больше здесь не появятся. Именно здесь. А я не знаю, кто они. Я их всех знал. Даже по именам. На утро уже линейный отдел знал. Пришли ко мне милиция. Мы слышали. Мы очень благодарны. Вы предупредили большую потерю государству, советского ведущего. Кто это был? Я говорю, кто был, тех нет. И сколько они не бились, я говорю, бесполезное дело, я вам не скажу. Крабят они, нет. Мы все на этом. Зачем вам говорить? Потому что техники еще возвращали. Мы не говорили, кто украл. Три вещи вернули. А они потом говорят, где-то машина отправила. Много воска мне было. Клуботов. Такая память была у меня зарубка. И когда мы... Мы не знаем, что этих варитов. Валентина. Кто этим занимался. Иногда ругают меня за... По время драки там с ножами я в кучу сбрязался в них и разнял. Вот как отец Арсений описывает. И те, которые нападают, они же ничего этого не знают. Они и книги-то эти не читали. А у меня это практика моей жизни. И поэтому всякие нападки я смотрю, как ветер продул. Больше ничего нет. Вот сейчас мы... Вот видите, вот он взяли. Он тоже сколько лет беспризорный был. Хозяин трудяга. И вот уже мы выровняли сегодня. Помощи выровняли. Поверху. Покажи, как она. Сколько копать пришлось. Вот эта вот кровава, который растет. И вот стоят падения. Проводим потом лени. Сейчас угамбриваем. Потом щебель. Раствор. Песок у нас есть. Цемент достанем. И будем это делать. А может, не придется жить. Не придется. Но еще зато. Мы сегодня не сидели. Сегодняшний день нам принес удовлетворение. Вот уехал. Калиников здесь у нас был. И он говорит. Я узнал. Как он сказал. Благоговейное отношение к труду. Я не просто работаю. А благодарю Бога. И радуюсь, что нам он доверил. Господи. Я разговариваю с Богом. Как с другом. Что, Господи, спишь? Давид говорит. Да Бог разве спит? Представление такое. Восстань. Отомсти врагам. Так и здесь. Я говорю. Господи. Ты не ошибся, что меня поставил на эту работу. Я стараюсь и на всех сил. Другой бы сделал красиво там отделку разную. Все это как у него без салагона. Бог никого не любит. Кроме живущего с премудрости. А я делаю все грубо. Грубо, но проще. Крепно. Как Бог дал эту работу. Как бы не Бог, мы сегодня без дела были. Сегодня вот Володя на какую вершину поднялся. Тут все отпилил. Здесь сколько у нас. Вот вокруг. Ничего не было видно. Сейчас все это убрали. Дом стоит. Начинается работа. Пока проводим строительство. А потом можно внутри что-то делать. Машина стоит, я гляжу. Там что, батюшка приехал? Да, батюшка. Батюшка приехал. Володя, это уже букашка. Витя потребовала. А Витя еще лагерный. Скорее беги, Никита, помогай брату. Батюшки привезли. Кто туда? Никита. Одна семья. Как люди прослышат, мы хотим общего. Но сейчас меня звонит уже не один раз из Москвы. Я хотел бы общего. Но я говорю, не место красит человек, а человек место красит. Еще 21 тысяча поселения заброшенные. Берите, пишите устав, регистрируйтесь, получайте статус. Вот тот путь пройдите, какой он прошит. Тогда вы говорите. Если бы было так просто, восстановили бы уже всю Россию. Но этого нет. И те опять повторяю, которые нападают, говорят, лают на нас. У них-то ничего нет. Это правильно сказал митрополит Алтайский Иваников. Они просто завидуют Игнатию. Завидуют и сами сделать ничего не могут. Ну и правильно. Это награда за поношение. Я благодарю. Придет время, они могут и опомниться еще. Видите, как нам интересно жить в труде. Вот если отмотка сделаем с этой стороны, здесь хотя бы до этих пор, Считаю, что вода уже пошла в сторону. А дальше так Бог даст. Все. Все, курочка, хорошо вам? Она все-таки доклевывает, вон, мышку. Ага. И она поймала ее? Да. Она как-то, что еще это? Вот так. Она такая приятная курица. Курица приятная, как приятная. Курица приятная курица. Курица приятная курица. Продолжение следует...